Я с вами пока говорю, у меня на очереди, на запись еще люди идут. Враги-то, понимаешь, когда Дворкин-то там на меня напал, у меня посещаемость увеличилась на водитель в 20 раз. В 20 раз вообразить нельзя. Ну, они просто поинтересовались и отошли, цифра опять туда же упала потом. Так что любая антиреклама – это реклама. Они просто завидуют страшно как, что у меня ничего нету, и в то же время все есть. Да, я думаю, что они не завидуют, Игнатихович. Они просто другие, и им то, что вы делаете, и говорите им как бы это вообще чуждо. Вы-то как бы являетесь православием, а они как бы себя называют православием. Вот тут нестыковка, это не запись, вы там мешаетесь на пути все время. Я вот, кстати, вот разговор-то, о чем хочу вас спросить. Вот у меня такое сейчас состояние, что я, если бы не причастие, я вышел бы давно уже из этой системы патриархийной православной. Я об этом хотел сказать вам дальше-то. Судя, слушая вас, я гляжу, как будто не потерял все. Да. Знаете, вот оно даром мне не нужно. И знаете, какая у меня мысль, вот просто я хочу, чтобы вы как бы мне как-то вот прокомментировали свое мнение на этот счет, сказали. Я знаете, вообще думаю, что вот спасение, оно не в православии. Спасение. Оно не в батьтизме, ни в любой, нигде в другой секте. Оно спасение только через истинную веру и жизнь по священному писанию. Да. И вот Господь, мне кажется, знаете, Он со всех сторон собирает своих вот в ту церковь, которая истинная церковь, ко спасению которой идет, и в которой врата ее, которые не одолеют. Да. Вот ведь как. И главное дело, а так вот сказать, вот церковь не нужна. Нет, все это нужно. Вот до поры до времени, пока человек сам из нее не выйдет, созревший вот к тому, как раз к той церкви, которая ко спасению идет. А скажи ты, почему заговорил-то? А я не мог сказать. Я это с самого начала. Ты сегодня начал говорить, он мне только об этом хотел поговорить и побоялся. Думаю, как бы тебя не обидеть этим. Я говорю, ты смотри, не потеряй все православие. Этого нельзя делать, даже мысли не допускай. Православие спасительное. Спасительное. И поэтому нам большое поприще дано здесь трудиться. Все остальные вопросы отрежь. Отрежь и выбрось. Поверь мне, подражай мне, как я Христу. Православие, вне православия, даже не мысли получить спасение. А раз оно такое, а Господь знает. Вот видели, какие пруды, что заросшее было и что получилось. Ты видел, как дрова там пилили зимой-то? Видел, да. Вот так работать надо. Оно что-то будет. И видели, как вода хлещет-то там шла. И как осенью работает. Игнатих, оно же как бы работает, православие, все оно так остается. Я просто к тому, знаете, что оно вот не в этой формальной церкви, о которой вы говорите. Я почему и думаю, вот в данном случае вы там просто показываете, что в принципе обличаете. Вы сами все равно до конца, ведь согласитесь, вы же не все делаете, как там. Вот канону вы их как бы возвысили, а сами часть появляли. Вот здесь не по Евангелию. То есть вы начинаете судить то, о чем сами проповедуете. И по сути, ну, а как, без этого никак. Ну и тогда либо надо рассуждение включать, либо тогда каноны исполнять до конца. Нет, нет, вы все ответили правильно. Это касается только меня. Мне нельзя быть там, нельзя. Мне нельзя, ни под каким видом нельзя. Они меня сразу слопают в один день. А они не имеют надо мной власти. Меня ни патриарх тронуть не может еще. А какая мне, папа римский на меня нападет. Все их анафи, мы никакой роли не играем. Бог меня специально поставил в такие рамки, когда никто надо мной не властит. Я подчиняюсь прямо Богу. И признаю их, подхожу под благословение, меня сам митрополит прищищает. И не только это, который был, уехал. И не только это, который умер. Три было здесь епископа, и все они в хороших отношениях расстаются со мной. Это Бог делает так. Они видят, я желаю наивысшего блага православию. Я конкретно по определенным вопросам бью. Сколько лет я рассылаю каждому архиерею на Пасху письма, письма, письма. Что делается не так. И смотри, сколько уже купели и начали строить-то. И сейчас все это мне приписывают. Это говорит, он первый начал кричать. Я не просто говорю, а конкретно. Вот тема. Вот это неправильно. Вот это сказали, что сегодня не так делается. И причин никаких нет не так делать. И они на другом уровне это понимают. Даже которые против меня воюют, они тоже это понимают. Но остановиться не могут. Это элементарные вещи, что там они же знают, о чем говорится. И поэтому, если они не делают, они, конечно, они то, что воспринимают. У них совесть их несколько обличает. Но смотрите, те, кто делают купели, они продолжают крестить так же, как вот у отца. Забыл, как это, в Грузии это что-то вынесло имя. Видите, они сделали купель, а сами там ее, как попало, погружают эту бабку несчастную. Да и она понимает ли вообще, что делает, тоже не знает. На самом деле, Игнат Тихонович, то, что вы делаете, без этого никак нельзя. Но я говорю, в православии там нет ничего такого, о чем вы как бы... Сколько... Я, знаете, допускаю, что вы даже и не согласитесь со мною, потому что вам Господь это предназначен. Понимаете, вам это обличать и обличать, и пока что нет, это не тот путь. Но я не только обещаю, я конкретно делом показываю. Вот она община создана. Вот люди все до одного пришли, сознательно приняли крещение. Это община. Это община... Смотри, сколько отец Геннадий там делает один. Сколько ведет курсов. Меняется, меняется, многое меняется. Нет, Тихончик, ничего не меняет. Нет, хуже становится. На самом деле, это только утешение ваше такое. Ну, ничего... Вот смотрите, даже которые нападают, нападали. Вы знаете, кто нападали на меня. Их сейчас нету? Нету? Отошли, они видят, что как бы бесполезно. Это, во-первых, бесполезно, а во-вторых, я молюсь. Желаю блага. Вы все время помните о том, что я постоянно молюсь. Это делаю не я, это Бог делает. А вот я про это и говорю, что, понимаете, тут... Они все факты за это говорят. Но когда я думаю, для чего? А вот только для того, чтобы показать, что там нет ничего. Вот и все. Это правильно. Но на этом нет ничего, я не останавливаюсь. В этот шахт, мой, заметьте, я делаю и дальше, я говорю, можно работать, начинать и помаленьку начинать двигаться. Награда тем выше, чем труднее у сейчас так было. Одно дело там соленая было, другое дело, когда распахано, а третье, когда там камни, валужник, валежник лежит, и все надо убирать, сделать поле, чтобы распахать. Это не просто так. Это не просто так. Я знаю, это Божье. И благодати патриархии не отнимаю никогда. Никогда. Когда еще ее не признавали зарубежные, нас за это долбили. А теперь они перемахнули туда, а мы как были, так и стоим. Мы ничего не меняем. Мы знали, что все не так, но в этом невозможность, через не могу, надо работать, и благодать довершает. Игорь Тихонович, а вот, кстати, вы говорите про литургию, когда в том разговоре, смотрите, а какая там, о какой литургии там речь, в нашем понимании шла речь, когда вот сказано, что там они все вместе собирались за трапезу, причащались тут же. То есть там же обычное было положение дела, то есть не было ничего такого, о чем у нас сейчас, вот вы как бы говорите, вот без священства ничего там нельзя. Они же без этого все обходились, понимаете? Да, правильно. Никто не резал кубиками этот хлеб, никто там копье не делал, да, этого не было, но это никак не уменьшает таинство. Никак. Ну, таинства нет, но то, что вот через священство, это обязательно должно быть. Вот ведь вопрос-то. Почему вот я вот думаю, баптисты, ну, такая же вещь очевидная, ну, что, у них ум-то не закрыт. Они все понимают, но они так же понимают то, что вы говорите, это просто вы приняли такую систему, как бы, и вы ей какое-то значение придали такое, и вот вы, как бы, на этом стоите. А на самом деле они точно так же веруют и все. Я думаю, такое же спасение у баптистов одинаковое, одинаковое. Нет, 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 вне церкви нет спасения. Выкинь из головы это. Нет, нету, нигде нет епископата, там нету связи с церковью. Они возникли спустя 1800 лет. Христос новую церковь не образовал, там все другое. Они этих святых не признают, полный разрыв. Нету. Выкинь из головы эту еретическую мысль. Не допусти этого к себе. Это не церковь, и они не могут быть церковью без епископата. Игнат Тихонович, а смотрите, как бы, вот, вне церкви нет спасения. Да. А вне ли той духовной церкви как раз? Вот понимаете, те, которые туда и входят в эту церковь, не в формальных стенах или названиях, там, как они называют. Я скажу сейчас слова мои, поверить или нет. Господь говорит, я послал погибшим овцам Израиля. Не к погибающим, а к погибшим. Мы должны согласиться, что был скотомогильник. Дохлые овцы лежат. Дальше. Священство ищет распять Христа. Но он говорит, дом мой. Дома молитвы наречется. Не сегодня, а завтра наречется. Дом мой. Он не сказал, идите к парисеям, к феризеям, к фериземлянам. Нет. Здесь сыновья Ильи, перед священником, Офни и Финиес, они спали с женщинами, брали то, что не положено им. Бог убил их, но жертву, кроме их, никто не мог принести. Поэтому через недостойное Господь делает достойным. Вот это надо припомнить. Совершенно недостойный бывает. А Господь через него делает сам, делает таинство. А он погибнет. Ему нет. Но если он садомит, к нему уже идти не надо, ясно? Ну, бывает так, что он не проповедует или еще что-то. Здесь вот эту грань надо найти. Мне это открыл Господь. Я обличитель, да? Я говорю все с обличительным... Почему? 1.8.1 глава Еремия. Я поставил тебя разрушать, искоренять, выжигать все. И дальше строить и насаждать. Вот возьми, я тебе говорю. Из Чикаго мне, я в интернете нашел, и там один пишет. Мне показал там один Вадим, и нашел православие. Прямо проповедует от смерти в жизнь. Это впервые слышим. Это надо же так. А потом, и главное, баптистов пух и прах разносит, а его все уважают. Вот эти массейнеры сегодня, спроси Дворкин, он знает, он тысячу лет на земле будет суетиться, никогда такой похвалы нету, не будет. А это люди, которые уехали, которые руководители этих сект, и они приходят в православие, сейчас книги выписывают, и новые люди совершенно. Работа идет очень большая. А эти люди работают, они не бесплодные. Он теперь им свидетельствует. Вот сейчас у меня только с немцами сколько там приходят, но новые люди. Это Бог делает. Не православие, даже не мысли нигде получить спасение. Хотя я знаю пять исторических ветвей, как называют их. Но я православный, здесь все. Даже выжигаю эту мысль. Вне церкви нет спасения. Иларион Троицкий об этом описывает. Книга есть такая, подробно все. У меня к истину православия, церковь и священство. Заново пересчитай все и умолкни. И только прославляй Бога, что ты православный. Здесь огромное поприще работы. Они меня убивают. Павел говорит, знаю, восстанут люди, будут говорить превратно, запитаясь, чтобы увлечь учеников за собою. А впереди, говорит, 20-29 Деяния апостола, лютые волки. Ничего, и с волками разберемся. Я на вас спрашиваю, когда же тогда священство стало таким? А вот как апостол Павел отошел, вот они, лютые волки-то, захватили эту. И по сути религию создали. И вот она, эта религия, она в разных формах. Баспетистская, православная, католическая, так и движется эта религия. Вот это церковь, со всеми недостатками церковь. И когда Господь рассказывает языки, или считаем, о голое оголиво, которые блудили одна больше другой, это речь идет о Берусалиме, о Самарии. Под каждым деревом, говорит ветвистин, ты широко раскидывала ноги для мимоходящих. Ну что, тут картина-то ясная какая. Но однако это церковь. Ты лежала в кровях, брошенная. Я поднял тебя, говорит Господь. Господь, какие мы были, он нас не отверг, и ты не отверг никого. Он в православии. Секта там, где отрицают институт священства. Отрицают, его не надо. Вот у сектантов это не церковь. А хоть ты золотой будь, ты не можешь быть. У тебя все будет по-другому. Толкование, ты полностью соборы все отвергаешь. Ни одного святого у тебя нету. Они там своих бэкмендеров будут избирать. Никак. Ты православный, и на этом замри, и каждый день благодари Бога, что ты православный. И скажи, поприще огромное, иду к Деодору, узнаю, молится ли он за Игнатия. И скажи, а он за вас молится каждый день. Если вы, скажи, не молитесь, дайте отбой. Я не буду Богу досаждать. Молитва только скажите, и моя бесплодная не бывает нигде. Она его поддерживает, она несет его на руках. И смотри, что я мирянин. Мне Бог дал эту власть перед Богом, называться и быть чадом Божьим. Евангелие от Иоанна 1.12. Это великая власть, быть чадом Божьим. И я говорю, как имеющий власть, как чадо Божье. Что вне церкви нет спасения. Нет. А церкви нет там, где нет епископата, по хератоне, от апостольских времен. Все. Я называю всегда католики, григорино-рамяне, копты-сирийцы. Дальше мертвая зона. Какие бы они хорошие ни были. И они интересны. Баптисты, когда говоришь. Многие понимают, ну что делать теперь. Мы все исследовали. И в самом деле, ну почему у нас так это идет работа. Это не в один день. Ко мне еще одна заходит, сейчас стучится. Так, еще что-то хотите сказать? Благодарю. Я вам сейчас внизу скину данные. Да, хорошо. Хорошо. Давай. Все, за мной.